В Екатеринбурге в девятом часу вечера в пятиэтажке на советской 1 корпус 3, что в самом сердце пионерского поселка, приключился пожар на нулевом этаже. Ну, наверное, так можно назвать обитаемый цокольный уровень в пятиэтажке. Как тут не вспомнить классику «Мастера и Маргариту», где причиной физической кончины двух главных героев стал пожар именно в цокольном полуподвальчике. На советской эпицентр воспаления приютился в андеграунде под лестницей, где хранились старые игрушки, велосипед, древесина и прочий ненужный хлам. Сразу заметим, что пожар обошелся без жертв и даже без особых разрушений. Только один абориген Виктор пострадал рукой. Почуяли дым, начали выбегать и все, там черно в коридоре. Я пока спускался, стены чуть коснулся и все, руку обжег. Но вообще этот пожар был страшен не столько мусорным огнем, сколько мусорным дымом. Ибо выброшенный скарб по пока непонятной причине вспыхнул в крайнем подъезде, но дым повалил по всему четырехподъездному дому. И вверх, и вширь. А виноват тот самый вездесущий цоколь. Возникла сложность в работе, так как место горения было на цокольном этаже. Цокольный этаж проходит через все пятиэтажное здание. И задымление пошло в соседние подъезды. Местные бабуськи, недовольные тем, что красный петух выгнал их из коронавирусной самоизоляции в потенциально опасную толпу, заподозрили поджог. Ну, типа мусор под лестницей сам ведь не мог вспыхнуть. И первыми под подозрение попали гастарбайтеры, обитающие в цокольном подполье. Гастарбайтеры всякие там живут сейчас уже. Где? Внизу в подвале. В подвале же загорелось, а не у нас. Думаете, они стали причиной пожара? А, ну само-то по себе не загорится. Тут же начинают, выходят курить, окурки, да, курки, пусть баночку, это самое, начинают, кошки бегают, бегают, гадят. Вот здесь, вот под этой лестницей, здесь вообще навалено всякие детские, и велосипеды, самосвалы, и чего там только нету. Под лестницу туда. Там есть еще и кладовка у них. А, еще кладовка? Ну, про кладовку я не знаю. Эта кладовка, видимо, забитая, она чисто, наглухая. Может быть. А чья это кладовка? А кладовка, здесь раньше дворники были у нас. Они работают, моют, передовывают, подъезды убирают, двор здесь, вот, нет, нет. И они спокойные, или обычно… Да нет, вообще-то они спокойные. Открыли дверь, оттуда дым валит. Тут же оделись, собрали, все, и вышли. Я жарила там что-то, потом думала, вроде все выпучено, газ. А потом дверь подошла, а дым идет. Я стала соседям кричать, стучать, чтобы это… У нас же бабушки все живут. Вот, думаю, мало ли, что. У себя окна открыла, дышала, так, копоть, видите, вот все руки. На квартирах вообще невозможно было дышать. Это несмотря на то, что совсем… На четвертом этаже. …с другой стороны дома, да, загорание было? Поступило сообщение о возгорании в подвале, что из подвала идет густой черный дым. По прибытию к месту вызова из четвертого подъезда, с цокольного этажа, шел густой черный дым. Люди с верхних этажей звали о помощи. Пожарными подразделениями было сформировано два звена ГДЗС. Одно звено ГДЗС – на тушение пожара в подвальном помещении. Второе звено ГДЗС – на спасение людей с верхних этажей. Общая площадь пожара составила 2 метра квадратных. Горел мусор на лестничной клетке. Здание пятиэтажное с цокольным этажом. Размеры в плане 15 на 60. Второй степени огнестойкости. Пострадавших в ходе пожара нет. До прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 5 человек. Звенними ГДЗС с использованием спасательных устройств было спасено 5 человек. Детей среди них нет. Пожарники молодцы, вовремя нас всех выдали. Так что большое им спасибо. Огнеборцы в принципе не нуждались в посторонней помощи, но она неожиданно пришла, откуда вы думали, из подвала. В эпицентре огня, видимо от высокой температуры и старости, лопнула труба с горячей водой. И стала помогать пожарным заниматься ирригацией, охваченного пламенем мусора. Насколько труба помогла, сложно судить, но после утушки она продолжила изрыгать из себя жидкость и заливать окрестности. По счастью, случился прорыв на уровне ниже низшего и никого из разумных горячей водой не затопило. Возможно, пострадал крот Игорь, но ему говорили, что жить под домом – это неразумно. Аварийную службу к месту вызвало, произошел разрыв горячей трубы. Среди аборигенов нашелся мастер-одиночка, который тупо знал, где перекрывается дефлорированная труба с кипятком и успешно воспользовался своими знаниями, между прочим, с присущей скромностью. Спас дом. Я не спал, я просто вода перекрываю. А что случилось с водой? Там тупо горячей водой лопнуло. Я ее закрыл просто и все перекрули.